Харьковский спортивно-технический клуб «Лидер» удостоился двух командных наград по итогам национального сезона по картингу 2021 года. Победу харьковчане одержали в общем зачете Кубка Украины. Показав завидную стабильность на всех четырех этапах, они обошли ближайших конкурентов из киевской до США «Автомобилист» на 101 балл. В чемпионате страны «Лидер» занял второе место в международных классах, в котором за награды сражались 16 команд. И это при том, что в отсутствии домашней трассы харьковчане большую часть подготовки к сезону традиционно провели в других городах. «Всегда стараемся как можно улучшить результаты, подготовить сильнее технику. Есть много наработок по подготовке машин, по подготовке пилотов. Работает своя школа, одна из сильнейших в Украине. И мы видим по нашим спортсменам, что мы добиваемся высоких результатов, хотя ребятам приходится очень тяжело. Отсутствие трассы, ты даже не можешь выехать, попробовать машину, ее настройки, не говоря уже там на накаты и все остальное». Особенно в минувшем сезоне отличился Александр Дерюга, который оформил победный дубль. 20-летний студент Харьковского национального университета выиграл чемпионат и Кубок Украины в самом мощном классе машин КЗ-2. Чемпионом страны Дерюга стал третий год подряд. «Уже были какие-то наработки за прошлые сезоны. Мы уже немножко понимали, как бы нам достичь этого результата. Мы уже знали, как нам настройки, какие лучше подобрать под эту шасси, потому что на этой шасси я еду как раз три года. За три года как раз появились какие-то наработки. Ну и в принципе обновление техники помогло. После того, как я стал чемпионом в первый раз, мне уже захотелось стать двукратным чемпионом. Конечно, после двукратного захотелось стать трехкратным, потому что трехкратный – это уже еще круче. Теперь уже хочется двигаться дальше, там, пятикратный. Хочется повышать свою квалификацию, то есть становиться лучше, лучше». Еще один пилот лидера Никита Фурника занял в генеральной классификации чемпионата Украины в КЗ-2 третье место. Зачетные очки лидеру также исправно приносили Алексей Телюк, Андрей Одиница, Кирилл Апсалямов, Вячеслав Путятин, Станислав Дьячина и шестилетний воспитанник детской академии картинга Илья Гнатенко. Также лидер провел в Харькове 32 этапа международной любительской серии «Соди-карты» и шесть этапов городского чемпионата. Андрей Коваленко, Михаил Свечкарь и Александр Пензов стали победителями этих соревнований. Любительская серия впервые была разделена на две категории в зависимости от опыта и уровня подготовки участников. Повысилась конкуренция, потому что появился стимул у людей бороться на равных с такими же аматорами, тянуться к профессионалам, к любителям профессиональным. Помимо этого детские такие вот мы начали группы развивать тоже соревнования и благодаря этому в сумме у нас получилось больше этапов и планы это все-таки из аматоров переводить в профессионалов и дальше попадали, чтобы люди в спорт. В зимнее межсезонье лидеровцы много времени уделяют теоретическим занятиям усовершенствованию картов, а также общей физической подготовке и тренировкам на специальных симуляторах. Первые национальные старты состоятся в апреле.